хабиб большое спасибо что нашли время очень рада вас видеть в казахстане очень довольны что вы находите время проводите здесь турниры даете нам ребят нашим ребятам возможность выступить на самом деле очень много вам задавали уже вопросов огромное количество и чтобы вас не утомлять и не повторяться постараюсь кратко и что-то спросить такое же чего мы не слышали во всяком случае уже совсем скоро наши бойцы жалгаз жумагулов и сергей морозов выступят на турнире лучшей мировой лиги и и все как легко и с удовольствием посмотреть их поединке я вам подскажу это ее сити в приложении телеком что нужно сделать скачать приложение по ссылке для android или аос на телефон планшет или смарт тв зайти на сайте веком регистрация с помощью номера телефона вам придет sms далее нужно зайти в личный кабинет и пополнить баланс на 2200 тенге затем в приложении в разделе подписки подключите пакет премиум все просто и быстро смотреть телеком можно на трех устройствах одновременно за одну подписку можно подарить свой аккаунт двум друзьям и смотреть бои и все вместе все ссылки и в описании к этому видео вы сейчас профессиональную карьеру завершили занимайтесь работой занимаетесь бизнесом переговорами насколько вам комфортно сейчас вот в этом да положении насколько это сложно по сравнению с профессиональной карьерой бойца и не то чтобы сложно это больше не привычно наверно резко так переключаться из одной сферы в другую знаете как когда ты занимаешься всю жизнь одним и тем же и резко переходишь и начинаешь заниматься заниматься абсолютно другими вещами то это конечно какие-то там сложности вызывает но потихоньку стараюсь привыкнуть стараюсь такой скажем поймать такую зону комфорта и здесь тоже потому что там я себя чувствовал зоне комфорта почему потому что одно и тоже каждый раздел утром тренка вечером тренка отдых потом сборы бой веса гонка бой потом опять то же самое и вот потихоньку так скажем скажем так вхожу процесс но это вообще сложно удается или как или непривычно нет там есть свои сложности больше непривычно больше непривычно и знаете как там если какое-то удовольствие получал здесь пока такого нет пока не чувствуется там там знаете как там было более интересно создается такое впечатление что мы мои на максимальном пике популярности смешанное единоборство как вы думаете это на самом деле так и как долго может быть вот эта популярность длится то есть все равно рано или поздно интерес может пропасть но я думаю что это неправильный вопрос причем потому что не думаю что это пики мамы потому что довольно таки молодой вид спорта так установив правила так скажем более такую обширную но в общественность она вышла ему 25 лет назад и я думаю что это не так много для вида спорта я думаю что пикишу впереди будет не думаю что это будет спадать почему потому что ну всегда люди будут хотеть видеть как профессионально профессионально готовые два атлета выходят и выясняют так скажем по красоте кто сильнее кто лучше там где максимально меньше ограничений когда ты можешь и бороться и любить и ломать душить я думаю что это людям всегда будет интересно почему спросил потому что сейчас очень многие лиги вводят какие-то бои фриков там кулачные бои какие-то там личности которые далеко совсем от профессионального спорта находятся не они примерно рядом но они не профессионалы они конечно не профессионалы но людям всегда же подают то что им интересно знаете всегда было как говорится хлеба и зрелище люди шанс особо и не брезгает ничем лишь бы что были просмотры там деньги так скажем но это не но это я думаю что на на фоне популярности ммм и она найти такие разные разновидности будут футболе же тоже есть они там какие-то там я не знаю там есть мини-футбол там есть какие-то соревнования по dribbling вы еще еще что-то основной футбол он как остается целый двигатель никто не может это остановить так скажем да я думаю что основа такой ммм и по правилам она всегда будете свою карьеру завершили но как вы внутренне считаете у вас есть какие-то незавершенных дела в единоборств не так их нет и они я так не чувствую но но час с кем не подраться и для чего там единственное чем можно там на бивадре как по защите титула это тоже так скажем такое дело бесконечное я думаю что но я то я такое не чувствую но а в приоритете если в развитии ммм вам если максимальные цели брать чего бы хотелось то есть у вас сейчас лига планировалась лига в америке ну понятно сейчас в пандемии какие-то есть сложности но этому вот эту лигу развить до мирового уровня сейчас мы так крутимся в странах снг так скажем из-за пандемии а так после пандемии можно будет уже выезжать уже за границу и штаты и европу я думаю что молод можно будет развить эту лигу планируется ли турнир в этом году еще в казахстане и возможен ли реванш руслана сареева и монстром молочиева но это будет зависит саре выиграет свой бой или нет и по-моему они дерутся в августе молочи защищает саре будет пытаться выйти отыграть свое поражение выйти на победную серию дабы это было бы интересно у нас такой 57 когда очень интересный молочиев саре вагабов хорошо будет очень интересно я думаю насчет того чтобы здесь сделать турнир в казахстане в алматы не знаем ну мы сейчас работаем на дат рау где-то конец года может быть мы в атрал сделаем турнир мы вас знаем видим по телевизору видим тренировки ваши выступления а вот вне публичной сферы какой хабиб на самом деле думаю что такой же нами или может быть более открытый не знаю потому что на камерах тяжело же будет раскрываться и все не расскажешь за пару минут в жизни много же моментов с кем с чем мы сталкиваемся которые но камеры не видят значит сидеть за себя хвали тоже надо будет неправильно ну вот требовательны близким друзьям да я требует у меня одну я и требует и не я и сама критичным тоже и я стараюсь чтобы у меня было все расписано каждый день у меня будет расписан даже наперед вот у меня вот и пару недель назад было вот я был дома у себя в селении и я вот такой поймал себя на мысли что у меня завтра никаких встреч ничего нету знаете это для меня было как-то так скажем непривычно потому что каждый каждый день у меня будет расписан как говорится посидел дома отдохнул выспался вообще все-таки из такого ритма выпадать тяжело когда вы привыкли постоянно какие-то дела разъезды какие-то вопросы а здесь вот ничего не делать как это для хабиба тяжело я уже не люблю ничего не делать просто так сидеть может из за того что наверно привык вот этому ритма каждый день что-то надо делать с кем-то встречаться какие-то там заключать договора там и так далее вот буквально вот за минут 10 до вас я сидел внизу у нас был мы подписывали договор там по своему там скажем бизнес движению просто вот вот так поставил да вот с детства я так у отца тоже вот всегда было отец у него было всегда все расписано на неделю что он должен делать были приоритетные и которые дела если сделают хорошими сделают и он всегда тоже нам говорил что мы заводили записанную книжку что мы записывали что сделали что не сделали что планируете делать потому что в этом ключе я вырос и это как-то тяжело так жить по-другому продолжение этой темы хотел спросить вот для вас самое важное в жизни сейчас что такие со временем какие-то приоритеты меняются какие-то цели вы каких-то целей вы достигаете вот сейчас что самое важное самое важное знаете как и дела там приоритеты встречи там это все они всегда будут если даже не будет тоже неплохо для меня самое важное в жизни это религия самое важное чтобы мы чтобы не выпадали с этого русла так скажем держаться одержаться очень тяжело если как только расслабишься может так на берег тебя выкинет так что вот стараюсь вот держаться в русле религии потому что но 300 лет здесь жить тоже не планируем если даже заходим то захотим тоже не получится так что это 60 70 лет стараемся чтобы как-то жить с пользой вот это самое важное и такой у меня в заключении вопрос есть команда арлан нам и мы против с точки зрения вот вашего опыта какие вы могли бы дать рекомендации по развитию команды и сейчас был подписан спортсмен мафсар явлоев команду как вы считаете насколько это продуктивно для развития команды и вообще вот если можно так выразиться да вам а мои легионеры приходит когда в клубы насколько это полезно но я думаю в будущем таких случаев да так скажем когда в команды подписывать легионеров будет больше почему потому что и мы же как он сказал ранее это довольно таки молодой вид спорта и в будущем будут команды будут подписываться бойцы и в том числе легионеры это шанс если там например казахскую команду когда подписывает легионеры это они думают вот зачем там и так далее но я считаю что ну мафсар очень достойный боец очень хорошо себя показывал как в м1 шоссе у нее как бы побед подряд я думаю что это очень очень хорошее приобретение подписания и для как для масора так и для команды арлан не очень хорошо знакомым с руководством команды и много много раз от много общаемся со своя советуем вот такой главный такой совет у меня ему но у них есть команда большая до арлан но мы я считаю что им нужен свой промоушен но если даже местечко вы нужно свой промоушен арлан 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 файтинг чемпионшип или же там еще что-то как-то назвать ее и проводить турниры там в астане в атырау в алма-атте можете проводить по всему казахстану турнире вот на турнирах и бывает так скажем конкуренция через эту конкуренцию и будут бойцы расти и просто там чтобы они тренировались и из них вытаскивать лучшего и выставлять зарубежная организация что это неправильно просто по той причине что человек может зале быть одним а когда он заходит в клетку он становится вообще другим иногда бывает бойцы очень хорошие зале никому не уступает выходят в клетку ничего не могут показать и то же самое наоборот в зале ничего не получается а вот выходит на трибуна там где десять тысяч человек он себя может еще лучше править на кого-то это влияет плохо на кого-то на кого-то хорошо за это я считаю что этой команде нужен свой промоушен промоушен хоть и мистичковый пускай будет здесь средней азии они могут здесь начать уже потихоньку выйти уже в зарубеже а для этого ну я не вижу что есть какие-то проблемы там в поддержке там еще чем-то я думаю что было бы хорошо для команды обкатывать своих же бойцов открыт филиалы по все по всему казахстану и дело турниры месяц один раз и для бойцов будет площадка я не могут себя править они большое спасибо за то что нашли время очень рада вас всегда здесь видеть удачи лиги и вам лично спасибо вашу